Робин Дранат Тагор. Солнышко на каждый день. Хумаюн Аджад. От переводчика. Первая часть имени Робин Драната, его краткое имя Раби, означает Солнце. Каждый день на небосклоне появляется Солнце, и каждый день мы встречаем Его с неизменными обожаниями и любовью, ведь без Него мы не смогли бы ступить и шагу. То же самое для себя я могу сказать об одном человеке, который неизменно, как солнышко, освещает мою жизнь. Его имя Робин Дранат Тагор. Он каждую секунду освещает мою жизнь своим светом. Робин Дранат Тагор – величайший бенгальский поэт, и для меня он является всем. Робин Дранат писал стихи, романы, исторические очерки, драмы, песни и самые разнообразные статьи. Да и чего он только не писал. Личности такого уровня появляются в бенгальской литературе один раз в несколько сотен лет. Всем своим богатством современная бенгальская литература обязана только ему. Как же трудно в двух словах рассказать об этом замечательном поэте, ведь для этого нам не хватило бы и сотен книг. Робин Дранат Тагор родился 7 мая 1861 года в Калькутте в доме Джодасанка Тагора. Отца его звали достопочтенный Дебендронат Тагор, имя матери Сарода Деви. Умер Робин Дранат в 1941 году, 7 августа. Робин Дранат в своей семье был 14-м ребенком. С раннего детства он проявлял огромный интерес к литературе. Да и как же иначе, ведь в его семье литературой увлекались абсолютно все. Его отец был известным писателем, старший брат писал книги и писала книги его старшая сестра. И он, глядя на них, тоже начал что-то писать еще в раннем детстве. Ему очень нравилось читать стихи и любоваться красотой уходящих под облака пальм. Эти пальмы, то есть сама природа, стала для него очень важным учителем. Тогда как школа в детстве не особенно привлекала этого ребенка. На школьные стены он смотрел, как на тюрьму. Историю его жизни вы можете узнать из двух написанных им самим книг. Эти книги называются «Воспоминания о днях моей жизни и детства». Каким же сладостным языком написал Робин Дранат эти книги? Читая их, вы будете думать, что перед вами лежат великолепные поэмы, а не прозаические произведения. Первый сборник стихов, изданный Тагором под его собственным именем, назывался «Хинду-мэлар-упахар» – «Подарок индусам». До этого сборника он ничего не издавал под своим именем. Но вообще, самая первая изданная им книга называлась «Жизнь поэта». Этот сборник стихов вышел в свет в 1878 году. Но и эта все-таки не была его первой книгой. За два года до издания этого сборника Тагор написал сборник стихов, называвшийся «Лесные цветы». Это точно была его первая книга. За свою жизнь Робин Дранат написал очень много книг. Названия всех их я даже не смогу перечислить. Причем работал он в самых разнообразных жанрах. Он создавал стихи, рассказы, романы, писал песни, пьесы, драмы в стихах, юмористические произведения, всевозможные обзоры, исторические и лингвистические статьи. И все это делал он лучше всех. Сила его таланта поистине удивительна. Он первым во всей Азии удостоился звания Нобелевского лауреата. Это произошло в 1913 году, как видите, много лет назад. Вы все, конечно же, сами очень много знаете о жизни Робин Драната Тагора. Но о том, что вам еще неизвестно, вы так или иначе сможете узнать в самом недалеком будущем. Поэтому мне тут, в принципе, от себя больше нечего добавить. Единственное, мне бы хотелось посоветовать вам несколько книг. В первую очередь, вам следует прочитать книгу Пробхата Кумара Мукхопадхьяя, в которой он очень подробно рассказывает о жизни Робин Драната Тагора. Книга эта состоит из четырех частей. Ее название – «Жизнь Робин Драната Тагора» и краткое знакомство с его творчеством. Краткое название этого труда – «Жизнь Робин Драната Тагора». Книга довольно большая, и если вас испугает ее внушительный вид, то я посоветую вам обратиться к другой книге этого же писателя, которая называется «История из жизни Робин Драната Тагора». Книга не очень накрученная и довольно интересная. Я же просто сейчас приведу вам название всех написанных Робин Дранатом Тагором книг.